теперь поговорим опять-таки один из ваших вопросов вот человек говорит я хорошенько там изучил пищеварение и в частности поясните мне вот питье воды до еды и питье воды после и питье там можно даже добавить от себя горячей и питье холодной воды как это все сказывается на пищеварение вот якобы там есть такие интересные оборостки в желудке и по ним вода может сразу же не задерживаясь в желудке обходить и значит не мешать пищеварению пищи то есть вы покушали потом выпили компот и этот компот не будет в этом в желудке а он вот по этим значит складочкам там такая раз как бы сказать по канальцам отдельно протечет и клапан откроется и он там уйдет ну если то были такие исследования которые показались сейчас уж наука действительно достигла многого она может там все это видеть в динамике рентген делается в динамике не просто там как что там куда уходит отслеживается ну будем говорить организм действительно не такая глупая штука как мы там думаем что это тот желудок аска складировалась все там заперлась и дальше все и опять таки я в который раз говорю что все определяет конечный результат посмотрите питье до еды вот говоря о питье до еды или после еды надо прежде всего понимать что такое процесс пищеварения и в нашем случае откуда берутся желудочные кишечные соки и далее откуда берется желание выпить после еды вот эти вот две вещи это же когда человек в теме он вычленяет главное а все это второстепенно отбрасывает так вот смотрите сейчас просто мы разбираем процесс пищеварения человек покушал сомби топа желудок пища ушла и начинается процесс пищеварения процесс пищеварения подразумевает под собой выделение там примерно около полутора двух литров желудочно-кишечных соков откуда они берутся их вырабатывает слизистая желудка стенка желудка слизистая кишечника вырабатывает то есть это не просто трубки какие-то и мешок а это можно так сказать специальное устройство которые вырабатывают желудочно-кишечный сок далее хорошо они вырабатывают откуда берется материал для выработки этого желудочно-кишечного сока тем более жидкая часть сок эта жидкая часть естественно это все берется из нашей крови в итоге после хорошего обеда выделение этих пищеварительных соков кровь теряет примерно в среднем ну так скажем а полтора тире 3 литра лискинский район 3 литра своей жидкой часть чаще то есть она сгущается она сгущается даст из сгущен естественно это все дает импульс соответствующие центр головного мозга что кровь сгущена возникает чувство жажды человек начинает пить то есть так чтоб это вот как бы сказать все нормально но и вот теперь мы разбираем разбираем соответственно если человек выпил перед едой допустим там стаканчик другой там чего-то такого это все быстренько прошло и всосалась в кровь и далее начинается еда из крови вырабатывается пищеварительные соки и сгущение идет не такое как хотелось бы то есть у нас уже не такая будет чувство жажды если мы теперь смотрите вот возникло чувство жажды мы пьем после еды пускай пускай мы два варианта рассмотрим вот в первом случае это ну как сказали по этим бороздкам там в желудке вода значит так раз пробежала она иногда и чувствуется как она бежит так раз и ушла в тонкий кишечник не разбавил содержимого желудка то есть не нарушил пищеварение все вроде как нормально перевариваться такой засме случае вроде как все нормально и второй случай если вода не уходит а разбавила желудочно-кишечные эти соки в основном это содержимое желудка она его разбавила и раз она его разбавила значит что-то согласно теперь опять-таки учению павлова который там все это мензурки там вставлял следил за пищеварением капельницы как от отчетом это там было что наглядно увидел что на каждую пищу выделяется свой желудочно-кишечный сок и формируется своя среда паш там и прочее прочее для того чтобы как можно качественнее перевалить пищу вот и смотрите то получается вот вы съели там а о бэд у вас выделить все эти соки создалась среда для качественного значит пищеварения и вы только выпивли только раз разбавили разбавили значит что пищеварение для того чтобы хорошее пищеварение было оно полноценно оно останавливается в желудке опять-таки должны выделиться желудочно-кишечные соки их крепость должна быть определенная раз далее восстановиться среда для переваривания этой пищи два вот восстановиться среда и тогда опять начинается пищеварение и вот смотрите мы так возьмем и тут вариант когда когда значит у нас вода уходит и пищеварение продолжается нормально и когда вода не уходит как это уловить если вы в своей квартире лягте на пол 3-4 если вы после того как приняли в воду или какую-то жидкость другу после обеда ничего не ощущается ну значит у вас все нормально проходит есть же такое вот вот у молодых здоровых как а там вот что там они выпьют хоть что там они сидят у них у них все нормально то есть ну можете продолжать раз все нормально а если вы после того как выпили воды вот чувствуете что у вас вот этого тяжесть тут имеется 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 потом еще какие-то проблемы значит это говорит о том что вот тот второй вариант о котором я рассказал что вода разбавляет желудочный содержимое соки он работает во вред вам поэтому надо изменить прием жидкости но давайте разбирать дальше если мы с вами вот выпили теплой еды давайте допищеварение если мы с вами выпили теплой воды какой-то жидкости мы прогрели жилу так же пищеварение это огненная функция это тепло и для того чтобы активность была в желудке мы пока желудок берем он должен быть прогретый лучше все выделяется лучше все значит работает и как бы сказать выпив там горячего чая или еще какой-то горячий напиток мы тем самым подготавливаем или просто воды желудок к пищеварению мы его прогрели подготовили вот и после этого начинаем есть значит пищеварение будет лучше и качественнее совершаться второй случай мы с вами выпили холодный напиток холодный напиток что делает холод спазмирует сужает сосуды вот смотрите в стенке желудка имеется кровеносные сосуды когда не расширяется больше крови поступает к стенке значит что к секреторным клеткам которые вырабатывают вот эти все желудочные соки больше поступают крови больше поступает сырья и не работают лучше если мы холодной воды выпили значит получается сужение кровеносных сосудов поступает меньше крови и как выяснило это больше знаете вот такой 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 пищи типа типа мороженого типа вот что-то такого которого долго нагревается чтоб расплавиться то есть не лед а вот именно какой-то типа мороженого вот значит у нас желудок не будет готов к к нормальному пищеварению потому что сужено не работает нету подхода крови к стенке а с чего будут все эти секреторные клетки делать желудочные соки если подходит мало сырья значит пищеварение пострадает вот вот пока не нагреется желудок пока он не нагреется и не образуется вот это все эти нормальные условия значит пища там может и пролежать пока там пролежит я уж не буду говорить о том что там гниет не гниет мы просто будем говорить о том что она она будет ждать своего времени это нагрузка нагрузка на желудок там он там растягивается мы с вами разобрали до питье до еды теплой воды холодной воды далее теперь разбираем после еды ну после еды после еды после еды значит 200 метров о том что вода разбавляет вообще вода разбавляет мы уже поговорили о том что она может пройтись по складкам там этого желудка тоже такое может быть допускаем все это допускаем теплая будем говорить теплая дополнительно там еще если это теплая такая дополнительно будем говорить прогреет нам еще эти стенки там желудка и как бы сказать будет активировать пищеварение там несмотря на то что там разбавит или просто пройдет то есть она вот за счет своей теплоты вызывает прилив крови что значит так или иначе скажется на наше пищеварение совсем иное дело если это холодная вода Холодная вода Процесс пищеварения начался Все так Клетки Желудка секретируют Желудочный сок И тут только Хоп, холодный напиток Холодный напиток вызывает спазм И только Обрезает Обрезает пищеварение Вот именно выработку Вот этого сока Как в случае прохождения По вот этим вот Канальцам, по этим складкам Желудочным Так если он остается Потому что он охладил Раз охладил Значит вот такая реакция Значит будет вот такая вот реакция Это что касается Смотрите еды Мы уже разобрали до, разобрали после Есть еще люди Любящие во время еды Пить Что получается во время еды Вот идет своеобразный обман Организма Вот эти все Когда человек Жует пищу Должен образоваться пищевой комок Который Который хорошо смущен слюной Подготовлен для пищеварения Прогрет он уже Обеззаражен Обеззаражен Это очень важная вещь Вот и мы это все Раз туда И как бы сказать Все идет нормально А когда мы с вами Просто-напросто С едой запиваем И тем самым Ну допустим мы едим там печенье Вот печенье так Мы бы съели с вами Одно-две штучки Направлено в спину Не более Потому что надо прожевать Надо все это смочить Надо создать вот этот вот комок То есть на это требуется Много Разных вещей И собственных сил А тут Если мы с чаем печенье Мы можем съесть пачечку И вроде бы хорошо Но на самом деле На самом деле Это Получается пищевой комок Совершенно иного Иного качества Который Который Будем говорить Для пищеварения Мало удобен Мало удобен Но Меня слушают Разные люди С разной мощностью Пищеварительной системы И естественно Возраст разный И пол разный У одних Даже это будет нормально А у других Они все это Сразу же чувствуют У них слаба Вот Поэтому Не запивать Надо именно Вот Вызывать Более-менее Долгим Живанием Об этом я уже Рассказал Появление Своих Собственных Пищеварительных Соков Ферментов И запускать Именно Этим Работу Нормальную Работу Желудочно-кишечного Тракта Чтобы пищеварение Было Нормально Но Мы с вами Еще Не закончили Разбор Пищеварения И жидкости До и после Ну же Знаем Что Пищеварительные Соки Образуется Из крови Выделяясь От полутора До трех Литров При этом Естественно Жидкая часть Крови Настолько Сгущается Что нам Хочется Там Пить Какая Жи еда Предпочтительнее С Вот Как раз С точки зрения Правильного Пищеварения Я уже Рассказывал Как-то О Явление Пищевого Ликоцитоза Когда Человек Начинает Есть Там Вареную Пищу Вот она Касается Рта То Со всего Организма Спешат Лимфоциты И Скапливаются Вокруг Слизистой Оболочки Там Пищевода Желудка Тонкого Кишечника И такое Впечатление Как будто Они собираются Встретить Инфекцию То есть Войско Наготове И как Было Выяснено Вот как Говорят Некоторые В том числе Вроде как И научные Исследования Были Ну да Это научные Исследования Как раз По моему Академикам Увалевым Проведенные Которые Говорят О том Что Лимфоциты Со всего Организма Стремятся Значит При употреблении Вареной Пищи Стремятся Значит Как бы Встретить Инфекцию То есть Вареная Пища Для них Действует Вот таким Образом Запускает Своеобразный Сигнал Что Что-то Чужеродное Поступает В организм И надо Заранее Его Встретить На Вот этих Вот Первых Рубежах Чтобы Обезвредить Чтобы Там Победить Его Как войско Стоит на Границе Хрена Мы будем Ждать Когда Чужаки Подойдут К столице 800 метров Надо уже Заранее Готовиться Если мы Чувствуем Что там Где-то Там Войско Чужое Мы уже Укрепляем Границу Сотразотачиваем Войска На границе Примерно Так же Действует И наш Организм Он Собирает Вот этих Лимфоцитов В результате Лимфоцитов Во всем Организме Так как Они переместились К желудочно-кишечному Трактору Покушал Энергия А если Сначала Употребляется Свежая Пища В виде Фруктов Соков Овощей Овощных Салатов Этого Явления Нету Нету Этого Явления То есть За счет Тока Свежего Салата Будем Говорить Мы Вот это Явление И энергетические Траты За счет Его Сразу же Снижаем Плюс Смотрите Что получается Дальше Если мы С вами Съедаем И вот Все там Натуропаты Шелтон Особенно Рекомендовал Съедаем Большую Миску Какого-то Салата Листового Либо Выпиваем Свежевыжатый Сок Я особенно Люблю До еды Пол-литра Хряпнул Яблочного Свекольного Сока Или Или Другого Какого-нибудь Морковного То есть Видите Пол-литра Это все-таки Много Итак Если мы С вами Съедаем Большую Миску Подчеркивается Листового Салата Это может Листья Салата Быть Это может Быть Капуста Это может Быть Капуста С морковью Это Можно Быть Различные Сочетания Различные Сочетания Вот Что Собой Представляет Салат В первую Очередь Овощи Это Вода Вода И Большая Миска Салата То есть Большая Миска Салата В нашем Организме Принятая Первая Быстренько Превращается Воду Которая 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 Из которой Дальше Вырабатывается Желудочные Кисечные Соки И И Таким Пропорция Пропорция Примерно Следующая Где-то Если Крахмалистая Пища Там Наверное Где-то Одна Третья Должна Быть От Объема Салата Вот Занимать Углеводистое Блюдо Крахмалистое Блюдо То есть Картошка Там Или Там Каша То есть Вот Столько Салата А Вот Столько Мы Используем Крахмалистое Блюдо Если Используем Белковое Блюдо Там Пропорция Еще Меньше То есть Вот Такого Блюда Салата И Примерно Одна Пятая Это Кусочек Мяса Что-то Там Такое Тогда Пищеварение Идет Легко Быстро И Правильно И Нам После Того Как Мы Съедим Салат Нам Не Хочется Пить У нас Уже Там Все Есть Вот Где Тонкости В употреблении Пищи Связанной С той же Жидкостью Большая Миска Салата Можно Сделать Полутушеные Овощи Насколько Это будет Препятствовать Пищеварение Кацетозу Я не могу Сказать В соответствующих Исследованиях Я Не читал Но Тем не менее Я Для себя Вывел Что Если Вы Тушите Овощи То Они Должны Тушиться До Такой До Такого Состояния Чтоб Они Были С Хрустинкой То Есть Как бы Они Обжарены Там Сверху А Внутри Они Еще Сырые И Как раз Вот Это Вот Именно Такое Приготовление Действует Так Как Надо И Причем Так Как Салаты Салаты Наш Охлаждают И Желудок Там Должен Поднагреться То Вот Эта Вот Термическая Обработка До Такой Вот Степени Оно Способствует Тому Что Здесь Сохраняется И Теплота И Влага И Все Вот Эти Биологически Активные Вещества В какой-то Мере Там По крайней мере Довольно Таки Значительной Сохраняется От Щадящей Тепловой Обработки И Вот Тут Одна Из Тайн Питания Заключается Именно В этом Летом Нам Надо Как-то Охладиться И Вот Эти Овощи В виде Салатов Соков Или Так Они Как раз Это Делают То Перегрев Тоже Не Нужен У нас В организме А зимой Мы Используем Вот эти все Овощи Которые там Остались На зиму Можем Сохранить И слегка Их вот так Вот Подтушивая Обрабатывая Термическая Обработка И щадящая Мы Мы Водумываемся Того Что Получаем И биологически Активные Вещества И И воды Там Достаточно И клетчатки Достаточно И много Много Всего Такого Что Нужно Для здоровья Пищи Потому Спасибо До свидания Облегчили Облегчили Нас На 100 Рублей 100 Рублей Такая Сумма И причем Так бы Сказать Чем Не дальше Идет Время От появления Этого Рубля Вначале Я не знаю Тем он Больше Обесценивается Раньше На рубль Можно Там Было Накупить Не знаю Там Говорили Что На 5 Рублей Можно Там Корову Купить А теперь Для меня 600 Метров Вот Мы С вами Закончили Тему О воде Благодарю За просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В колокольчик И подпишитесь На канал Ваше Участие Развивает Канал И Способствует Его Продвижению Вы Можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На сайте Малахов Про Доброго Здоровица И до Новых Встреч Библиотеку 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 Библиотеку